Всем привет, ребята! С вами Алнубик и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я для вас подобрал 6 мини-игр по Майнкрафту. Сегодня мы с вами поиграем в все эти игры и вы обязательно напишите в комментариях, какая игруха вам понравится больше всего. Начнем играть с игрушки Нуб против Про 2, потом у нас пойдет Эгварс, Лаки Блок, Бэдварс, Джелбрейк и Скайварс. Мы с вами, получается, проходим уже третью кампанию за Нубика и за профессионалов вместе взятых. Здесь мы с вами имеем лодку и как раз-таки прокачали лодку уже максимально двигатель, ускорение. Практически максимально мы с вами прокачали топливо и оружие. Теперь давайте попробуем доехать до домика. Получится ли у нас доехать до домика? Вот у нас тут есть домик с правой стороны, видите, и наш Нубик и профессионал пытаются до этого домика добраться. Если у них это получится, то значит эта кампания будет пройдена и мы с вами сможем уже начать новую четвертую кампанию проходить. Но пока что все-таки нам нужно попытаться эту пройти каким-нибудь образом. Так, тут у нас еще чуть-чуточку ускорения, правда, есть, это неплохо, но нам поможет. Обратно игрушка начинает подлагивать. Подлагивать. Эта игрушка иногда подергивается, малеха, не всегда такое, конечно, бывает, но вот сейчас видим, что она подергивается. Ёлки-палки. Наверное, не получится нам ее до конца сегодня уже пройти, придется еще разочек, наверное, играть. Если игрушку не отпустит, мы с вами просто-напросто не сможем ее пройти из-за того, что она дергается. Я не люблю играть в игры, которые лагают. Ну ладно, сейчас мы с вами еще посмотрим. Возможно, как раз-таки попробуем еще подзаработать немножечко деньжаток и эти деньги мы с вами попробуем вложить в топливо. Если последний раз мы с вами прокачаем еще топливо, то как раз-таки может и хватит нам этого топлива для того, чтобы доехать уже до финиша. Ну, сколько тут еще проехать? А еще, в принципе, немного проехать. Топливо еще, конечно же, имеется, но вот эти вот ящики, они нас тормозят. Они очень серьезно тормозят нашего нубика и профессионала. Скорее всего, что у него просто не хватит мощи, не хватит топлива, чтобы доехать до конца. А может и хватит, ребята. Смотрите, как мы с вами хорошо-то идем. Еще чуть-чуточку, пожалуйста, и мы с вами дома или не дома. Ребята, я все-таки сумел доехать до домика. Представляете, наш нубик и профессионал все-таки сумели добраться до домика. И эту миссию мы с вами, наверное, соответственно, прошли или не прошли. Сейчас мы, короче, посмотрим, что тут нужно будет сделать. Смотрите, мне показывают, что пока что... Вернее, мне показывают, что я раньше играл за нубика. Потом я... А! Не понял, это что, бог у нас был, что ли? Ребята, следующая миссия. Мы будем с вами играть за бога. Представляете, здесь мы с вами будем прокачивать... Это что такое? По-моему, сапожки. Это шлем, наверное, бога. Это здоровье и энергия. Но давайте мы просто заценим, что нам нужно будет делать. Мы с вами просто богом будем подходить и что, разбивать эти вот блоки или что? А как нам эти блоки-то разбить-то, а? А, просто рукой. Ага, ребята, я понял. Здесь мы с вами должны, получается, просто рукой вот так вот бить. Бить и, получается, мы будем разбивать. Мы будем электрические эти бросать. Сейчас, сейчас я вам покажу. Давайте мы с вами попробуем улучшить хотя бы себе обувь. Вот один разочек улучшили обувь. Смотрите, ребята, я, получается, просто вот так вот электрическую сферку бросаю. И, получается, разрушаю это все. Вообще отлично! Мы с вами дошли до новой миссии, где будем играть за бога. Здесь, вот смотрите, я буду уничтожать пока что этих зомби. Нет, зомби нужно вот так вот сблизка, наверное, гасить. Отлично, одного замочил зомби, второго сейчас замочу. Третьего и четвертого зомбака. Отличненько, ребята, мы с вами будем уже новую миссию проходить. Представляете, у нас с вами будет уже новая миссия. Миссия за бога. Это уже четвертая миссия в игрушке Ну против Про 2. Если вам нравится эта игра, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь в нее играть почаще. Теперь вторая игрушка. Это Эгварс. Сегодня в Эгварсе мы с вами будем играть за команду зеленых. Сегодня я хочу найти побольше гемасиков, найти побольше железа и золота. Хотя бы себе прикупить какое-то первое примитивное оружие и попробовать простроиться до какого-нибудь островочка. Вот с этой стороны, видите, у нас тут есть остров с зелеными. Ой, нет, это остров с синими, ребята. И мы с вами можем к нему попытаться простроиться. Если простроимся к нему, будет прикольно, потому что мы тогда сможем его мочкануть. Я вижу, что тут один мой уже союзничек простраивается как раз-таки к синим. Ну, вообще, конечно, красавчик, что простраиваешься, но плохо, что он один. Сейчас, если что, возможно, мы ему и поможем. Три слитка золота у меня есть, десять слитков железки у меня есть. Да, если бы были бы здесь гемасики у меня подбросили, хотя бы штучек десять, было бы вообще отлично. Так, зелененький у нас уже простраивается. А, нет, зеленый у нас простроился к правому острову, к острову с красными, да? И что, тут у нас тогда махач полноценный сейчас произойдет на новом острове? Ну, давайте мы сейчас просто заценим, что у нас тут получается, что у нас тут происходит. Так, осторожно, главное не свалиться, ребята, а главное нам не свалиться. Ага, это у нас центральный остров, и на этом острове мы с вами можем лутать много различных ресурсов. Вот, глядите, здесь у нас есть золото, здесь у нас есть один гемасик. Тут вот у нас полноценный махач с кем-то происходит. Это у нас, по-моему, серые. Как раз-таки мочат. Ребята, тут кто-то из серых пытается кого-то завалить. Или это не серые были? Ну, в любом случае, сейчас я побольше вот позабираю еще вот этих вот ресурсов. Мы с вами вернемся, наверное, назад домой, к нашему торговцу. И попробуем. Нет, не бей меня, пожалуйста, не бей. Я сейчас убегаю уже к себе домой. И попробую я. Да блин, ребята, меня мочканул этот чувак. Что ж ты будешь делать? Я хотел добраться домой. И здесь вот как раз-таки за те ресурсы, которые у меня уже были, прикупить себе хотя бы оружие какое-то. Все ресурсы, которые тут выпадают, подбирают мои союзники. У меня осталось 6 железных блоков, и все. Всего-то нам всего 6 железных блоков. У меня даже никакого оружия не было, поэтому меня очень быстренько и уничтожили. А, кстати, могу себе прикупить хотя бы какое-нибудь оружие. Вот я могу себе за 20 единиц железа купить себе вот такой вот каменный меч. Давайте мы с вами хотя бы каменный меч прикупим. Прикупим себе первую какую-нибудь броньку. И пойдем уже попробуем этого чувачка-то уничтожить. Его будет сейчас довольно-таки сложно уничтожить, потому что он забрал все наши ресурсы. И он там, по-моему, еще кого-то вынес. То есть у него сейчас очень много ресурсов есть, и он будет очень-очень сильный. Так, 10 блока у нас уже, 16 блока у нас уже есть. Так, теперь мне нужно еще хотя бы немножечко. Все, железный меч у меня уже будет. Отлично. Где этот торговец наш? Давай, мы у тебя купим оружие за 20 слитков. И давайте хотя бы какую-нибудь броньку еще прикупим. Какую тут нам с вами броньку прикупить за золото? Ну, давайте мы с вами хотя бы шлем себе прикупим. Так, у нас с вами будет шлем. Сейчас с вами оденемся. Хотя бы чуть-чуточку броньки у нас будет. И пойдем еще сражаться на этот центральный остров. Я надеюсь, что тут кто-то будет ранен, и мы его с вами сможем добить. Сможем забрать его ресурсы, и, соответственно, сможем тогда здесь выиграть наших соперников. А синие-то, смотрите, какие прикольные. Они простроились уже в голову к вот этому вот злому дракону. В голове этого дракона есть около 30 гемасиков. Они как раз-таки сейчас эти гемасики, наверное, позабирают. И могут даже, ребята, нас мочкануть. Если у них будет такая, конечно же, возможность. Сейчас я давайте вот эти вот еще материалы все позабираю. О, отлично, уже 5 у нас с вами есть слитков. Хорош, у нас с вами уже есть 5 слитков, 5 гемасиков у нас с вами есть. Вот тут вот еще есть какие-то гемасики. Чувак сейчас, наверное, заберет их. Ай-яй-яй. Это мой союзник, но, тем не менее, он забрал все вот эти вот гемасики, которые я хотел себе забрать. И мы с вами можем подняться, оказывается, вверх теперь, да? Точно, мы с вами можем вот вверх подняться. Глядите, как круто. Мы сейчас с вами можем тут вместе с союзничком сражаться. Давай-давай. Ааа, не туда, да-да, что ж ты будешь делать? Я немножко, ребята, промахнулся и упал. Ну ладно, вот тут вот я вижу, что еще желтые простраиваются. У нас гемасиков уже довольно-таки много есть. Теперь бы за эти гемасики купить себе нормальные вещи, и можно было бы мочить наших соперников. Ну что, ребята, вот такая вот у нас игрушка Эгварс. Тут я иногда и брал даже первые места бывало. Но для этого, чтобы взять первое место, нужно играть довольно-таки долго. К сожалению, у меня тут впереди еще, ну не к сожалению, а к счастью, у меня тут еще впереди три игры, которые тоже нужно... О, не три игры, сколько там у нас там игр еще? Четыре игры, которые нужно заценить. Поэтому, наверное, с игрушкой Эгварс пока что все. Если она вам нравится, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я буду играть в эту игрушечку тогда почаще. А теперь следующая игра на сегодня, это Лаки Блок. В игре Лаки Блок мы с вами просто обязаны взять очень хорошее место. Давайте для начала мы позабираем все сундучки, которые тут у нас могут быть. О, не сундучки, а Лаки Блоки. Так, а тут у нас что? Все позабирали. Ай-яй-яй, тут мой союзничек забрал эти вот Лаки Блоки. Он что, забрал и с этого сундука тоже? И с одного сундучка и с другого позабирал? А нет, смотрите, тут он не все еще успел Лаки Блоки забрать. Мы тут его опередили. Отлично. Хорошо. Ой, нас кто-то, короче, заморозил. Кто-то начинает уже открывать зеленые Лаки Блоки. Мне бы сейчас хотя бы оружие нормально взять. Давайте сейчас попробую это вот оружие забрать. Оружие не такое себе, не совсем нормальное. И удочку дали нам. Да блин! А что, нормального оружия нам не дадут, ребятки, а? Это что, нам теперь придется обратно открывать новые красные Лаки Блоки для того, чтобы кого-нибудь мочкануть? Мы с вами можем, конечно, удочкой кого-нибудь стягивать вниз, но для этого нужно, чтобы кто-то переходил дорогу. Ладно, а вот с этих вот Лаки Блоков довольно-таки прикольные вещи повыпадали. Смотрите, тут у меня уже и бронечка есть, и нормальные штанишки есть. Можно, конечно же, вот сюда вот еще сбросить эти штаны. И, возможно, наш союзник их оденет, и они ему, ну, они ему пригодятся, да? Ну что же, хорошо. Теперь мы с вами можем попытаться уничтожить кого-нибудь из наших соперничков, из наших соседушек, если тут таковые будут. Итак, вот тут вот, итак, вот тут вот наш соседний остров ближайший. Блин, получается, перепрыгнул, что ли, или тут нету никого? Ребят, тут, получается, нету никого, что ли? Глядите, реально, вот на этом острове нету вообще никовошеньки. Может, мы сюда бы с вами... Ай, кто нас тут бьет? Да кто тут нас уже бьет? Отвали от меня, да отвали, пожалуйста, не бей меня. Что, ты взорвался сам или нет? Ребят, тут, по-моему, кто-то полострова нашего разрушил. Я тут, в принципе, выжил, но было очень-очень сложно. Давайте сейчас мы посмотрим. У нас тут лаки-блока больше никаких нет, у нас тут еще есть два золотых яблока. Хорошо, что хотя бы мы с вами выжили. Это уже радует. Давайте мы сейчас вот этих вот два яблочка с вами скушаем. Если бы я не убежал, вот тот чувак бы меня стопудово, наверное, бы тоже уничтожил. Хорошо, давайте тогда открывать зеленые лаки-блоки. Другого выхода у нас тут, к сожалению, нету. Я вызвал водопад. Что-то еще там, короче, вызвал. И последний зеленый лаки-блок. Так, я могу теперь открывать по три блока. Это, конечно, хорошо, что я могу этих по три блока открывать, но плохо, что я сейчас не могу пока что отсюда выбраться никак. Ладно, давайте тогда позабираем, наверное, вот эти вот. О, отлично, ребята! Вот теперь, наконец-таки, мне подбросили нужное количество хороших блоков. Мы сейчас с вами эти блоки будем открывать, зеленые и красные. И когда нормальное оружие нас тут выпадет, пойдем уже зеленые лаки-блоки открывать и будем там мочить наших противников. Вот тут вот по три блока мы с вами можем прямо открывать, прямо сразу же, да? Вот еще три блока. Потом зеленые блоки будем открывать и будем, надеюсь, путешествовать по соседним островам и уничтожать наших противничков. Отлично! Хорошо, вот последний еще красный лаки-блок. Давайте мы сейчас посмотрим, какие у нас тут оружия есть. Что нам здесь можно взять, а что нам не нужно? В принципе, вот эти вот те арбалеты я не буду брать, ребята, потому что ими неудобно стрелять. Этот лук я возьму из стрелы. В принципе, это что у нас за меч такой? Эндер-меч какой-то, не знаю, ребята, хороший он или плохой. Ну, в принципе, можно оставить на крайняк. Синий лаки-блок тоже мы оставим, зеленые лаки-блоки возьмем. И здесь вот мы давайте тогда возьмем еще вот этот вот меч, наверное. Вот таким вот образом мы попробуем сейчас уничтожать наших противников. Ну все, у меня есть, в принципе, вот этот вот нормальный меч. Сейчас я еще одно яблочко золотое, давайте это скушаю, восстановлю себе частично здоровье хотя бы. И будем открывать по три лаки-блока. Когда будем открывать по три лаки-блока, перетелепортнемся на соседние острова, и там уже будем уничтожать наших соперничков, да? Еще три лаки-блока попробуем открыть. Ну же, ну же, ну же. Если бы я на дракончике был, было бы вообще круто. А, я телепортнулся, короче, ребят. Ну, тоже нормально. Вот еще зеленые лаки-блоки есть. Хорош, мы их с вами еще тоже все откроем. Можно нам еще разных немножечко лаки-блоков тоже открывать. И кто тут с нами еще сражается? Ребят, ах, ничего себе, тут кто-то уже на дракончике гонзает. Тут, короче, кто-то гонзает уже на дракончике. На тебе, злой дракончик. И давайте уничтожаем вот этого еще чувачка. Э, почему я не могу ударить? Он что, завис что ли? А вот теперь могу. Бьем, 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 бьем его, бьем, ребята. И еще одного мы с вами вынесли. Круто. Здесь у нас останется тогда всего-то на всего два игрока. Ну, погиб он или же выжил все равно? Что-то я не пойму, ребята. Он погиб или не погиб? Вот тут вот вверху еще, оказывается, один есть. Давай, до свидания. Давай мы ее удочкой вот так вот попробуем сбросить. Давай, иди сюда. И давай. Нет, не получилось, ребятки. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы ее сбросим. Обязательно сбросим. Привет, моя маленькая радость. Ну же, иди сюда. Давай, иди сюда. Да что ж ты будешь делать? Ну же, сбрасываем мы ее, ребята. Сбрасываем. Нет. О, сбросили, ребята. Вот мы ее сбросили, и где она? Вот она рядышком, возле нас прям. Возле нас бьем ее. Почему я не могу ударить, ребята? Я ее, смотрите, не могу ударить. Я ее бью этим мечом, не получается. А ну, другой меч давайте мы возьмем. Ну, можно другим мечом хотя бы ударить. Нет, не получается. Короче, глюк какой-то у игры, потому что я ее не могу никак ударить. Здесь у нас два игрока, я и вот эта вот девочка. И сейчас кто-то взорвется. Кто-то здесь погибнет, ребята. Либо я, либо эта девочка. Кто-то, короче, погибнет, и другой выиграет. Убегаем пока что, ребята, убегаем. Да блин, меня все-таки она сбросила. Мы с вами взяли всего-то на всего второе место. Но зато, смотрите, я уничтожил аж двоих игроков. Довольно-таки неплохо, ребята. Мы сегодня с вами поиграли в Лаки Блок. И взяли заслуженное второе место. Ну что же, четвертая игрушка на сегодня это Бэд Варс. Ну что, мы с вами играем за команду красных. Первонаперво давайте мы чуть-чуточку тут полутаем ресурсы. Попробуем мы с вами залутать золото и серебро. Или железо. Что это такое у нас? Это у нас железо. Железо и золото. Сейчас мы с вами попробуем, ребята, немножко залутать. Купим себе первые блоки и попробуем простроиться к центральному острову. Потом, когда мы с вами простроимся к центральному острову, там можно будет накрафтить, насобирать очень много ресурсов, которые нам пригодятся. И потом уже с помощью этих ресурсов мы бы с вами могли уничтожать наших врагов, наших соперников. Хорошо, я тут уже красные блоки подобрал. Давайте попробуем мы тогда и простроиться. Погнали, вы право. Практически мы уже с вами добрались до этого острова. А, кто меня тут разрушил? Кто-то меня тут... Ээ, ты что творишь, чувак? Так, ты что творишь, вы представляете, меня только что мой союзник уничтожил. Красный чувак меня только что уничтожил. Что это получается-то, а? Как это называется? Ты что, совсем офонарил, что ли? Ребят, вы видели, вот этот вот чел меня уничтожил. А это что такое? Это кто-то построил защиту только что для нашей кроватки. Что это за интересный такой чувачок непонятный. Короче, только что он меня уничтожил. Зачем он это сделал, я не знаю. Я его, к сожалению, уничтожить не могу. Если он сейчас еще попытается меня уничтожать, то я, скорее всего, что буду разбивать тоже блоки, которые находятся под ним. Тогда, возможно, мы его с вами уничтожим тоже. Как так-то, а? Зачем ты меня трогаешь? Зачем ты разрушаешь мои планы? У меня тут уже планы грандиозные. Целые были. Да что ж ты будешь делать, а? Как его сбросить? Давайте сбросим его. Ребята, ну как его сбросить, этого чувака? Я даже не знаю. Как же нам его тогда сбросить? Капец, я тут, наверное, и не поиграю, ребят. Потому что он просто будет разрушать вот эти вот блоки, которые я буду строить, и все. И на этом все у нас и закончится тогда, да? Так, давайте вот сюда. Давайте вот эти вот блоки мы сейчас с вами разрушим, чтобы он к нам не подошел. Давай, иди сюда, чувачок ты. Хитренький чувачочек. Не знаю, ребята, для чего он это делает. Для чего он пытается меня вынести. Наверное, у него какие-то свои мульки в голове. Если сейчас он будет обратно к нам подходить, это будет печально. Нет, по-моему, он не подошел ко мне. У него нету, наверное, ресурсов, чтобы подойти ко мне. Но мы с вами сейчас по бырику тогда простроимся к центральному вот этому островочку. Да, и попробуем забрать еще блоки. Видите, тут иногда ребята нормально играют союзники, а иногда, наоборот, тебе мешают. Если они нам сейчас будут, этот чувак мне будет мешать, то как мне тогда выиграть? Мне придется не только сражаться с соперниками моими, мне придется еще сражаться с моими союзничками. А здесь вот я, в принципе, попытаюсь сейчас забрать побольше вот этих вот гемасиков. Два гемасика у меня тут уже есть. Тут у нас еще зеленый какой-то чел есть. Зеленый, можно было бы тоже уничтожить его. Ай-яй-яй, сейчас кто это мне ударил-то? Да блин, меня еще один вынес. Ну правильно, я тут был один-единственный, и получается, видите, что меня уничтожили. Я тут простроился к соседнему острову. Проделал дорожку. Все было бы хорошо, ребята, если бы я с первого раза эту дорожку проделал. Если бы мне тут с первого раза вот эти вот игроки не мешали. Давайте попробуем вот этот вот, наверное, блок сейчас разбить. Ну давай поближе попробуем этот блок разбить. Не получается этот блок нам разбивать. Да блин, капец, что ты творишь, чувак? А, если бы я с первого раза добрался до того острова, я бы первый позабирал все эти ресурсы, которые были на тем острове. И можно было бы прокачать хорошо нашу с вами вот тут вот ульту. Вот мы здесь с вами можем покупать блоки, а вот здесь вот мы с вами можем прокачивать нашу ульту. Видите, я бы прокачал здоровье, эффективность, защиту, резкость и так далее. Но так уж получилось, что один наш союзник просто-напросто разрушил полностью весь мой мостик, и меня еще и уничтожил. И мы, к сожалению, с вами не сумели первыми добраться до этих блоков. И поэтому, ребята, к сожалению, мы с вами, ну, скорее всего, что проиграем. Ладно, пока что с игрушки Bad Wars все. Если она вам нравится, пишите об этом в комментариях. Следующая игра на сегодня это Jailbreak. Первонаперво нам нужно с вами выбрать, за кого играть, за полицейского, либо за грабителя. Давайте мы с вами будем играть за грабителя, тем более, что я за него уже играл. Я, получается, убежал уже с тюрьмы. У меня есть два ключика, у меня есть лопата, у меня есть вот одна вот такая вот вкусная клубничка и три хлебушка. И семь билетиков, семь единиц денег у меня есть. Теперь я могу кого-нибудь ограбить, кого-нибудь уничтожить. И после этого я повышу свой уровень разыскиваемости. Пока что узников, ребята, у нас четыре, грабители четырнадцать и полицейских четырнадцать. Вот эти вот полицейские как раз таки и пытаются поймать грабителей и посадить их в тюрьму. Нам нужно сейчас с вами здесь немножечко побегать. Возможно, чего-нибудь грабануть. Может, кого-нибудь мочкануть. Можно здесь кого-нибудь мочкануть? Нет, здесь нету ничего, ребята. А где тут у нас какие-то игроки должны что быть, правильно же? Я пока ни одного игрока нигде не вижу. К сожалению, на карте они тоже еще не отображаются. А блин, может сюда вот внутрь попробую зайти. А тут у нас есть какие-то магазинчики, интересно. Так, магазинчика у нас тут, ребята, к сожалению, нету. То есть мы с вами ничего не сможем купить за наши монетки, за наши деньги. Так, хорошо. Значит, нам нужно, наверное, тогда с вами попытаться найти наших союзничков. Таких же самых грабителей, как и я. И попробовать с ними провести какую-нибудь аферу. Было бы неплохо, я думаю. Так, тут кто-то уже с кем-то стреляет, но я не знаю где. У них, наверное, у этих вот полицейских уже оружие есть полноценное. Не как раз-таки с помощью этого оружия. А вот видите, ребята, вот тут у нас есть полицейский. Он сейчас может меня, в принципе, одеть на наручники. Либо я его сейчас могу вот так вот мочкануть. Ребята, он меня все-таки задержал. Ах ты ж, елки-палки. Этот вот полицейский меня, ребята, задержал. Очень и очень обидно. Нам надо обратно все заново с вами начинать, обратно искать вот эти вот тикеты, монетки. Открывать себе новые какие-то ружья, покупать. Брать себе еду тоже новую, покупать. Обратно покупать себе ключики и обратно пытаться убежать отсюда. Да, это, конечно, жестко, когда нас с вами нашли. Ну ладно, давайте мы с вами хотя бы попытаемся чуть-чуточку сейчас вот этих вот билетиков насобирать. Купить себе хотя бы примитивный ключик какой-то для того, чтобы выбраться с тюрьмы. Для этого нам понадобится 15, по-моему, вот этих вот билетиков. И также попробуем прикупить себе хотя бы какое-нибудь оружие. Потом в дальнейшем, если еще, мы с вами этим бы оружием отбивались от этих полицейских. Да, здесь довольно-таки много тикетов есть, которые нам позволят это все прикупить. Только их нужно собирать, успеть собрать. Они вот тут вот периодически заспауниваются. У нас уже их 12 штучек есть. Вот еще 2 будет, сейчас 14. Нет, не будет 14, я не успел собрать, они пропали. Вот 16 уже есть. Так, и тут вот где-то еще во дворике я видел тоже есть еще парочку штучек. Вот тут вот были 2, но их уже забрал другой игрок. Вот еще 2. Ну вот, в принципе, мы с вами уже накопили на новый ключик. Мы с вами сможем уже выбраться отсюда, если захотим. Единственное, что у нас пока что нету, это денег на оружие. Если бы мы с вами накопили побольше еще денег на оружие, купили бы хотя бы какой-нибудь, не знаю, меч, либо лук в идеале. Было бы вообще отлично. А так мы с вами, получается, только лопату прикупили и лопатой отбивались. Лопата, это, конечно, такая себе вещь. Не совсем хорошая для того, чтобы выживать. Ладно, ребята, давайте мы, наверное, с вами уже возвращаемся к себе в магазин. Как раз-таки попробуем купить себе уже ключ для того, чтобы отсюда выбраться. И попробуем купить себе, возможно, там какое-то оружие будет. Сейчас, короче, заценим это все. Так, заходим мы сюда. Вот тут вот наш магазинчик. Вот наш магазинчик, наш торговец. Итак, первонаперво покупаем ключ, ребята, и можем купить себе лопату. Все, больше ничего мы с вами купить себе, к сожалению, не сможем. Теперь мы с вами можем, правда, выбраться наружу и там обратно чудить. Кого-нибудь ограбить. Полицейских уничтожить. Видим, что тут полиции 7 штук уже осталось. Значит, их кто-то уничтожает. Вообще, красавчики, молодцы, что уничтожаете их. Мы сейчас с вами берем вот этих вот два ключика и просто отсюда выбираемся. Отлично. Раз вот мы с вами открыли дверку, еще разочек открыли дверку и прошли дальше. Все, мы с вами обратно на свободе. У нас с вами есть одна клубничка и у нас с вами есть одна лопата. А я, интересно, смогу на машинке вот этой вот погонзать-то или же не смогу? О, ребят, я смог на ней погонзать или же не смог? Кто-то я не пойму, короче. Я в машине, по-моему, но что-то управление не работает, а? Ребятки. А, я понял, ребят, почему это управление не работает. Потому что она врезалась. Видите, она в забор врезалась, и поэтому на ней невозможно ездить. Ну, ладно, друзья, вот такая вот у нас игрушка. Она называется Jailbreak. Если она вам нравится, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я, конечно же, буду играть в эту игрушечку почаще. Ну, а теперь самая последняя игра на сегодня, которую мы с вами тоже заценим, у нас будет Sky Wars. Сейчас, через 8 секундочек, мы с вами опустимся на наш островок. Тут я вижу, что со всех сторон уже ребята готовы. С правой стороны, правда, нету никого. А, он уже опустился вниз. Представляете, с одной стороны уже чувак опустился вниз. Ну, ладно, нам нужно сейчас просто позабирать все ресурсы, которые мы с вами найдем внизу в этих вот блоках. Ой, сундуках, они нам пригодятся. Здесь всего-то нам всего один сундучок есть. И теперь нам нужно опуститься вниз. И вот там вот внизу попробуют залутать еще один сундук. Здесь, по-моему, на этой карте у нас по 2 сундука. Либо по 2, либо по 3 сундука дается на каждого игрока. Нам нужно этих вот 2 или 3 сундука как раз-таки все и залутать. И вот мы с вами приземлились в самом низу. Да, тут всего-то нам всего один, ребята, сундучок есть. Так, алмазная бронька. Ну, хорошо, что хотя бы броньку дали мне. Плохо, знаете, что у меня меча нету. Вообще никакого нету меча. А как мне тогда уничтожать соперников, если у меня нету ни одного меча? Да, это печально. Очень-очень печально. Придется, наверное, простраиваться к соседям. Давайте мы сейчас с вами переоденемся получше. Все, всю самую крутую броньку, которую у нас есть, мы оденем. А что, у меня аж ботинок нету никаких, что ли? Да ладно, что нету ни одних ботиночек? Да, ребята, представляете, нету никаких ботинок. Да, печалька. Это печалька, ребята, очень плохие сундуки. Здесь мне, к сожалению, не дали ни нормального оружия, не дали мне даже ни нормальной броньки. Придется, наверное, простраиваться все-таки к соседним островам и там уже пытаться залутать сундучки. Что мы с вами сейчас, наверное, и сделаем. Просто выхода другого нет. Если мы здесь останемся на этом острове, то до нас доберутся и рано или поздно кокнут. Оооо, вот тут у нас еще есть какие-то сундуки, ребят, представляете? Вот там вот внизу у нас еще сундуки, оказывается, есть. Ага. А, он тут один. Всего-то нам всего один сундук. Ну, давайте мы откроем его. Стрелы у нас уже есть. И лук. Этот меч у нас есть. Нормально, друзья. А это уже что-то. Это уже, ребятки, что-то. Хорошо. Тут, правда, больше ничегошеньки нету, но хотя бы это. Оделись мы с вами, переоделись, переобулись. Лук у нас есть. Стрелы у нас есть. Можно теперь хотя бы немножечко здесь повыживать даже. Можно даже кого-нибудь мочкануть при необходимости, да? Каменный меч это, конечно же, такое себе оружие, но лучше, чем ничего. Итак, мы смотрим. Вроде бы со всех сторон пока что меня никто не окружает. Моих тут союзничков, ой, говорю, союзничков соседушек пока нету. Давайте мы попробуем простроиться до вот этого вот, наверное, все-таки корабля летающего. И потом, когда простроимся до этого корабля, попробуем там, ребята, еще несколько этих сундуков открыть. Если бы меч еще алмазный найти, было бы вообще здорово. Мы бы тогда точно их бы всех мочили, направо и налево бы мочили, если бы алмазный меч и алмазную броньку. Нас бы вообще никто не уничтожил бы. Так получается, что мы с вами еще и можем погибнуть. Ну, нужно, конечно же, смотреть во все стороны, чтобы никто нас не выбил случайно луком каким-то. Если будет кто-то с луком, это будет печалька. Так, хорошо, сейчас мы с вами должны, наверное, будем подниматься вверх просто-напросто. И у нас все должно получиться. Вот так вот мы с вами будем подпрыгивать. Давай, доставьтесь вы блоки. Очень неудобно подниматься вверх, но все-таки я надеюсь, что возможно, да? Так, теперь вот эти вот новые блоки у нас пошли. Давай-давай. И мы с вами что, уже наверху? Нет, пока что не наверху. А вот теперь уже наверху, отлично. Так, погнали, ребята. Вот у нас тут есть первые соперники, которых можно и мочкануть было бы, конечно, да? А можно взобраться наверх и посмотреть, может, тут еще сундучки будут. А вот у нас тут еще и сундучки, оказывается, есть. Здравствуй, моя маленькая радость! О, ребята, у него намного лучше бронька! Он сейчас может меня еще и мочкануть-то, а? Да, блин! О, нет, я его кокнул, ребята, я только что кокнул своего первого соперничка! Хорош, ребятки, очень даже все хорошо у нас тут получилось. Давайте сейчас мы с вами попробуем перекусить вот это вот мяско, наверное. Оно нам еще пригодится. Давайте полностью мы его с вами скушаем, восстановим себе голод, восстановим себе частично здоровье. Приоденемся прям максимально, да? Сюда вот меч, мы возьмем такой. Одежда у нас тут есть с вами... Ну, если честно, такая себе одежда, можно было бы и получше тут что-то найти. Ну, в любом случае, одного мы с вами уже мочканули, чувака, это вот мы с вами можем оставить, оно нам пока что не нужно. Так, блоки мы с вами заберем, еду вот эту вот мы с вами соберем, это нам пока тоже не нужно. Все, что не нужно, мы здесь оставляем, а все, что нужно, конечно же, позабираем с собой. Вот эти вот ботиночки нам нужно, наверное, взять, потому что у меня похуже будут ботинки. Так, смотрим, тут бронька какая-то еще есть. Нет, к сожалению, тут броньки нормальной нету, а здесь у нас тоже ничего нормального нету. Все, что я здесь нашел получше, это вот эти вот ботинки. Всё, теперь мы с вами берём этот меч и можем кокать наших чувачков союзничков. Этих соседушек наших. Интересно, сколько тут ещё игроков осталось? Получается, что с этой стороны я уже всех мочканул. С этой стороны... А, вон там у нас ещё один, ребятки, есть? Видите, он, получается, сейчас пытается, наверное, ко мне ещё простроиться. А, нет, он не пытается ко мне простроиться, он уже простроился. Он уже вот тут вот внизу находится. Сейчас он будет подниматься вверх. А я его, ребята, завалю. Надеюсь, что завалю. Так, а где же ты, чувак? А вот он где-то простраивается. Привет, моя маленькая радость. Давай, до свидания, называется. Ещё, 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 ещё. Несколько разочечков. И забили мы его, или не добили. Да, ребята, я, получается, уничтожил всех своих противников и взял заслуженное первое место. Если вам понравилась игрушка, пишите об этом в комментах, буду играть почаще. Ну, а сегодня мы с вами поиграли в шесть прикольных мини-игр по Майнкрафту. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая игра вам понравилась больше всего. Также обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новенькие видосики. Ну, а пока что на этом всё. С вами был Алла Нубик. Всем пока-дова!